Всем привет, вы смотрите SoundPrice. Сегодня у нас на обзоре будет однодрайверная арматура FL Magic One. Эти наушники заработали себе неплохую репутацию и явно выделяются среди себе подобных, поэтому не взять их на тест было просто невозможно. Что ж тут такого особенного? Ну, начать стоит с того, что наушников на одном широкополосном арматурном драйвере в принципе не так уж много. Даже само словосочетание широкополосный арматурный драйвер звучит как-то неправдоподобно. Тем не менее, такие изделия существуют, но как правило они либо очень дороги, либо являются нишевым продуктом для любителей детального, ну сухого, считай безбасового звука, ну либо и то и другое вместе. А тут вдруг вполне доступные наушники, в которых щеголяя патентами и инновациями производитель обещает нам богатые ВЧ и, о господи, полновесный бас. Смотреть презентацию Magic One одно удовольствие. Тут и революционная SE Mass Acoustic Technology, улучшающая ВЧ с помощью RLC-цепи, и сложная акустическая структура Nautilus, прокачивающая бас при помощи лабиринта трубок и резонаторной камеры. И, конечно же, три года исследований, потраченных на все это дело. Звучит красиво, а ты поди проверь. Короче, инженеры и маркетологи бренда сработали четко. Мы заинтригованы. Magic One использует кастомные излучатели FAU, на котором нанесен индекс ZWXBA100. Наушники имеют импеданс 38 Ом и чувствительность 103 дБ на милливатт. Заявлен частотный диапазон от 5 Гц до 35 кГц. Упаковка у Magic One простая, но правильная. Наушники от повреждений защищает, информацию о продукте дает. Да и оформление лицевой части приятное, даром что без изощрений с цветами и фактурой. В комплект поставки Magic One входит шикарный кабель, металлический футляр, мануал и два набора силиконовых амбушюров по три пары каждой. Кстати, практически ничем кроме цвета последние не отличаются, так что лучше бы нам положили какие-нибудь другие насадки. К тому же качество этих, хоть и приемлемое, но далеко от идеала. Тенгсу на пару со всякими дивинусами нас избаловали, да? Мне, кстати, эфаловские амбы вообще не подошли и я юзал внештатные с короткой ногой и широким соплом. Металлический футляр-таблетка это очень симпатичная и приятная вещица, а также надежное вместилище для внутриканалок. Что нужно сделать, чтобы наушники, будучи в нем, получили повреждения, даже представить страшно. Но мне все равно больше нравятся полужесткие футляры на молнии или магнитах. Их можно кидать в рюкзак, не опасаясь, что они обо что-то натрутся и оцарапают. А еще с такими футлярами, как этот, все же есть шанс выронить содержимое, если неловко и резко открыть крышку. Вот родной кабель, это прям шик блеск красота. Он красивый, мягкий, толстый, не путающийся, не вьющийся кольцами, с респектабельной металлической фурнитурой и нормальными по форме заушинами. Мне он очень понравился. Согласно данным производителя, это гибрид из меди и посеребрянки. 32 и 37 жил, соответственно. Да еще и структура лицендрат. То есть каждое жило покрыто специальным изолирующим лаком. Истинность этих утверждений оставим на совести Эфал. Если кто-то захочет стать великим разоблачителем, то добро пожаловать в комментарии под видео. Для подключения кабеля к наушникам тут используются коннекторы 2PIN 078. Розетка расположена заподлицо с корпусом, на коннекторе выступающих частей нет. Корпуса этих наушников напечатаны на 3D принтере и имеют классическую форму псевдо кастомов. При взгляде на лицевую панель никаких особых эмоций у меня не возникает. Ну да, симпатично и свежо, ассоциируется со снегом, как собственно и планировалось дизайнерами, но ничего такого особенного. А вот если развернуть наушники звуководами к себе, то вот тут уже можно увидеть целую кучу всего интересного и не один раз удивленно присвистнуть. Первый раз от размера самого излучателя. Широкополосник, говорите? Да он же крохотный. Второй раз от сложнейшей структуры ходов и камер внутри шелла. В наш век 3D принтеров это уже не шок-контент, но все равно внушает. Ну и третий раз от огромного кроссовера. Да, навернули тут реально много всего. А еще внимательный глаз подметит акустический фильтрик в звуководе. Вроде мелочь, но опять-таки кем-то просчитанное и внедренное. Похоже, работа действительно была проведена, не шуточная. Единственное компенсационное отверстие Magic One находится в нижней части, в районе сужения корпуса. Сюда выведен один конец трубки, змейки. Качество изготовления этих шеллов я могу оценить на 5 с минусом. Минус за небольшие шероховатости на кромке звуковода и легкую асимметрию последнего. Также пожурить EFAL можно за отсутствие ступеньки или хотя бы утолщение для удержания амбушюра. Кстати, диаметр звуковода здесь составляет чуть больше 5 мм. По части удобства пользования модель у EFAL получилась прекрасная. Здесь и кабель ведет себя очень дружелюбно, и звукоизоляция у наушников отличная. Да и посадка в моем случае практически эталонная, так что к эргономике Magic One у меня претензий нет абсолютно. Ну и пришло время поговорить о звуке. В целом наушники звучат достаточно технично, в меру ярко на VSG, детально на верхах и имеют неожиданно достойный по глубине и ударности бас. Что им недостает на мой привыкший к динамом, гибридам и планарам слух, так это массивности. Причем это характерно не только для баса, а для всего звучания в целом. Хотя, может это мое сознание так проецирует влияние арматурного баса на всю подачу наушников. Я точно не уверен, но факт остается фактом. Мне кажется, будто наушники звучат легко и ажурно. Порой слишком легко и хочется навалить массы, веса, жира и напора. Единственная область на АЧХ, которой эта мысль не касается, это VSG. Здесь наушники звучат живенько и я бы даже сказал остро. Настолько остро, что не всякие амбушюры хочется с этими арматурками использовать. Например, амбы с более узким соплом, которые как раз таки добавляют желанной массивности на низах, заставляют Magic One играть уже слишком пронзительно, и от этих насадок мне пришлось отказаться в пользу силиконок с более широким отверстием и короткой ножкой. Так VSG ведут себя более прилично и не бередят слух попусту. Но бас становится немного легче. Бонусом, правда, приходят некоторые расширения стереопанорамы и более четкое ощущение присутствия, что в общем-то выглядит как весьма выгодный размер. Итак, низы в Magic One разработчикам удалось сделать довольно насыщенными, и чувства тотальной обделенности басом у меня не возникало даже на шумной улице. Басок неплохо заливает пространство и сохраняет при этом великолепные скоростные характеристики. Видимо, не зря инженер карпели над всеми этими лабиринтами и камерами внутри полноформатных шеллах. Но я повторюсь, массивности этому басу все равно немного не хватает. По крайней мере на мой вкус. Если же вы любите нейтральный бас, то подача Magic One в этом плане вам должна понравиться. Середина здесь не столько ровная, сколько плавная, без резких перепадов. И это хорошо видно по графику АЧХ. Привычная уже горка на 2-4 кг имеется, но она здесь не выглядит как ключевская сопка, а скорее напоминает пологий холмик. Такой подъем все еще заметно оживляет середину, делая ее более дерзкой и агрессивной, добавляет немного эффекта присутствия и щепотку напускной насыщенности высокому вокалу и звонким инструментом. Однако ощущения провала нижних средних у меня при этом нет, но порой есть ощущение, как я уже говорил, эдакой перчинки-остринки, выводящей на ведущей роли скрип, флейты, солирующие электрогитары с их пронзительными запилами и тому подобное. Низкий же гитарный риф звучит здесь жестко и плотно, но все же слегка так… диетически, да? То есть тут я не испытываю ощущения сурового навала и припечатывания к стенке, которые могут подарить некоторые другие наушники. Но зато здесь совершенно нет мазни, динамика отличная. Если вам это все по душе, то, как говорится, милости просим. В принципе критичного задира VSG здесь нет, все это слушабельно, но акцент приличный. Отрадно, что данный акцент расположен все же ниже 6 килл, и сибилянты тут подчищены. То есть, стык середины и VG у этой арматуры адекватный, даже на самых злобных треках свистящие согласные меня не доставали. Нужно отметить, что своими средними частотами Magic One на фоне популярных ценовых одноклассников ничем особо не выделяются. Ну, понятно, что подача и распределение акцентов может разниться от модели к модели, но разрешение и, так сказать, качественный уровень у хороших наушников, как правило, плюс-минус один. То есть, может быть смещение в темную или светлую сторону, или, допустим, может быть тотальная полка на СЧ, но не будет денатуратности, грубых провалов, откровенной глухости или перешарпа. Вот все это, в принципе, характерно и для серединки Magic One, и сказать что-то сверх того, пожалуй, нельзя. И, наверное, это хорошо. Если вы ждете от этой арматуры очень высокого микроконтраста, то они вас, вполне возможно, слегка разочаруют. Разделение инструментов и детализация здесь, хоть и на хорошем уровне, но во главу угла не ставится. На середине данная модель звучит практически неотличимо от любого достойного динамика. Вы спросите, а в чем тогда смысл городить весь этот огород с одним уравновешенным якорем и кучей вспомогательных элементов? Чего ради делали монструозный кроссовер, акустический фильтр и вот эту змейку, уползающую в выручай комнату? Честно, я не знаю. Возможно, ради ажурных и воздушных ВЧ. Возможно, для обкатки технологий, которые потом пойдут в более дорогие модели бренда. А может быть, и немножечко для привлечения внимания. Но мы не осуждаем, правда? Ведь получилось же необычно и интересно. А главное, очень неплохо по звуку. Основной момент, за который я бы похвалил разработчиков EFAL, это ВЧ. Здесь они действительно получились очень приличными. Тарелочно-перкуссионная часть в любой музыке здесь выходит насыщенная и разнообразная. Протяженность верхов очень хорошая, а затухания четко выражены. При этом грубых ошибок на верхах допущено не было. По уровню они не задраны, критических пиков на АЧХ нет. А значит нет песка и зуда. Хотя, безусловно, ВЧ в целом почти всегда очень хорошо заметны и не пытаются скромничать и отходить на второй план. Но они и особо не дерзят. То есть, от трека к треку случается, что тарелки довольно броские и звонкие. И так приятно дразнят слух по звякиваниями на грани фола. Однако, такая вот работа на грани, без перехода в мусорную, лишенную деталей громкость, это и есть техничность. Да и вообще, я уже отмечал, что при хорошей заметности, ВЧ в исполнении Magic One звучат весьма детально и воздушно. А это как раз то, за что арматурные излучатели многим и нравятся. Панорамирование у наушников хорошее. Глубина и ширина приличные, но не более того. Их подачу я не могу назвать ни камерной, ни очень масштабной. Все примерно на среднем уровне. То же самое касается образов воображаемых источников звука. Они чуть меньше привычных, но это именно что чуть. Если специально на этом не фокусироваться, то пожалуй и не заметишь. По части совместимости наушники вроде как нетребовательны. Но я бы обратил внимание на довольно низкую чувствительность при весьма немаленьком для IEM импедансе. То есть, говоря простым языком, громкости эти ушки требуют поболее, чем большинство их одноклассников. Неожиданно, правда? Да и вообще, Magic One на удивление хорошо скалируется при улучшении качества усиления. Лучше всего из всех моих источников они заиграли от аудинства, прокачанного Берсоновскими дискретниками. И кстати, фонового шума, который он дает на многих внутриканалках, здесь нет. Такие вот арматурки. Если говорить о том, с какой подачи источник им лучше всего подсунуть, то все очевидно. Лучше что-то басовитое и темноватое. Но на крайняк нейтральное. Но только не светлое, сухое и заточенное на микроконтраст. Это, мне кажется, будет не лучшая связка. Для сравнения с героем сегодняшнего обзора давайте возьмем будоражащую общественность Динамо Кефайн Дельчи. Эти ушки привлекают многих своей музыкальной подачей и крупными образами. В сравнении с Мэджик Ван у них куда больше массивность баса, глубже воображаемая сцена и ближе вокал. Да и вообще вся середина, кроме нижних средних, в Дельчи несколько более заметна и влиятельна. Верха же, напротив, больше обращают на себя внимание в Мэджик Ван, даже несмотря на, казалось бы, серьезный пик на АЧХ Дельчи. По разрешению, лидерство на НЧ и ВЧ будет за Эфал, а вот на средних паритет. Еще одним визави пусть будет новоиспеченные СПДшки Пандамон 2.0 от Селест. Я не знаю, как это работает, но с первых же секунд смены арматуры на планар понимаешь, за что многие недолюбливают арматурный бас и что такое бас с нормальной массой. Хотя, по замерам, баса в Мэджик Ван должно быть больше. Бас Пандамонов, с одной стороны, не такой быстрый, но с другой, он лучше играет в саб и будто бы обладает большей весомостью, что в определенных жанрах точно будет преимуществом. Планары от Селест звучат заметно шире и слегка растягивают сцену. Наши же арматурки рисуют пространство более компактно и органично. Высокий вокал в Пандамонах звучит чуть ближе и чуть более гнусаво. Если мы посмотрим на АЧХ, то увидим, что их пик на ВСЧ смещен ниже по частотке, так что это неудивительно. Разрешение на СЧ и ВЧ, конечно, выше в Мэджик Ван, но они заметно жестче отыгрывают стык середины и верхов, то есть блюстителям порядка на Севилянтах больше понравится в этом плане звучание Пандадемона. Я бы сказал, что более нейтральная настройка EFAL позволяет им быть более универсальными по жанрам, но в то же время более трудными для восприятия неискушенным слушателям. А планары от Селест стараются больше угодить массовому потребителю, красочно отыгрывая середину, занося низкого баса и периодически поддавая звонких тарелок своим единственным, но удачно расположенным пиком на ВЧ. Что еще? В принципе, Мэджик Ван отдаленно напоминают Симгот и М6Л. Но те наушники более басистые и поближе подают вокал, а в наших арматурках чуть больше ВЧ. Итак, каков вердикт по однодрайверной арматуре от EFAL? Очень достойные наушники с нейтральным звуком, прекрасной эргономикой и адекватной ценой. Сказать, что меня они чем-то особо зацепили, я не могу, но и отторжение модель однозначно не вызывает. Это, если хотите, крепкий середняк, который обращает на себя внимание прежде всего своей необычной начинкой. То есть все аудиофилы на сходке такие, у меня динамо, у меня гибриды, а у меня планар, а вы такой, а у меня однодрайверная арматура. Но кроме желающих быть не как все, порекомендовать Magic One можно тем, кто ищет звука без перегруза на краях и с чуть светловатой серединой. На этом у меня все. Кто еще не подписался, подписывайтесь и залетайте к нам в телеграм-чат. Но главное, никогда не забывайте, что бесценен только живой звук, ведь для любого другого есть своя цена. С вами был SonicRate, удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok